здравствуйте дорогие друзья я рада вас приветствовать на моем канале сегодня в данном видео я показываю как я собираю именно вот такой торт готовлю его для покрытия мастикой я его буду именно выпекать этот торт идеально ровным собирать уже идеально ровным за один час всего лишь за 60 минут и сейчас я показываю как я сделаю вот такую заготовку видите какая идеально ровная и стабильная заготовка у меня получается буквально за один час работы какие коржи для этого брать какой крем для этого брать все я покажу вам в данном видео потому что очень многие мне задают вопросы в комментариях как именно работать с мастикой как сделать 3d торт много вопросов задается в комментариях про детские торты и я решила уже сделать отдельное видео для этого и так во первых так как у меня нет этой формы я буду ориентироваться на мою картинку здесь у меня сахарная картинка матрешка у меня размером практически с лист а4 но для торта для того количества порций которым не нужно это матрешка маловато поэтому я ее немножко над ставлю и над ставлю я увидите я отхожу я делаю контур как бы карандашом на листе я отхожу где-то на полтора сантиметра от самой матрешки вот это меня устроит торт у меня будет без покрытия ганашем и без мастики весом где-то 2 килограмма 300 грамм вот именно сам который вот заготовку который я вам показала складываем обязательно лист и уже именно вот в сложенном виде вырезаем потому что никогда от руки нам не удастся идеально ровно сделать две одинаковых половины это понятно и поэтому я всегда это делаю именно в сложенном виде мне нужно вот таких три трафарета два для выпечки и один потом для вырезания уже готового теста здесь у меня коржи будут шоколадная молочная девочка как готовлю я это тесто есть подробнейшее видео на моем канале со всеми пропорциями я обязательно оставлю вам ссылку в описании к данному видео вот такое тесто получается смотрите тот рецепт и кому будет интересно повторяйте рецепт идеальный то есть получается всегда и вкуснейшие будут коржи вот такой консистенции должно получиться тесто здесь у меня будет 6 коржей на 6 коржи у меня будет тесто порции из расчета на две банки сгущенного молока два трафарета мне на понадобится я беру пекарскую бумагу выпекать я буду сразу два трафарета на одном листе видите я себе здесь подогнула вот эту линию чтобы мне ориентироваться это конец моего противня чтобы дальше мне здесь не наносить уже тесто и духовку у меня уже разогрета на 200 градусов цельсия режим верх-низ без конвекции я буду выпекать каждый противень буквально 7-8 минут поэтому я сказала что за час я соберу и выпеку этот торт это реально именно вот с коржами молочная девочка замешивать причем эти коржи можно даже ручным миксером и смотрите здесь я наношу чуть больше чем я бы сейчас делала обычный круглый торт потому что здесь 3d формы и вырезать мне придется очень аккуратно мне нужны идеально ровные формы поэтому здесь где-то по пол сантиметра я наношу тесто лишнее тоже убираю чтобы не было бугров потом выпеченных коржах это тоже важно потому что торт должен быть в разрезе тоже красивым сейчас я ставлю в духовку коржи на 7-8 минут ориентируйтесь уже по своей духовке 200 градусов без конвекции режим верх-низ средний уровень также я уже делаю пока пекутся те коржи уже наношу следующие коржи видите лишнее обязательно убираем но и промазываем все все участки которые нам нужно заполнить тестом чтобы у нас было потом ровная вся эта форма чтобы удобно было с ней работать особенно на углы всегда обращаем внимание выпеклись мои коржи первое сейчас я их уже буду вырезать сразу вырезаем сразу их по форме пока они еще горячие потому что это 3d торт нигде никаких обломков у нас не должно быть то есть он весь должен быть идеально четкий по форме и как видите обрезочки остаются совсем незначительные здесь у нас все тесто уходит в дело вы можете выпекать любой формы хоть машину хоть что вы захотите или куклу какую-то все что вам нужно и вот смотрите здесь справа видите немножко подсох у меня корж потому что мало очень я нанесла тесто и видите в горячем виде как он уже отламывается вот этого допускать нельзя тесто должно быть везде очень равномерно распределенным и так у меня уже выпеклась и вырезала я уже шесть коржей как мне нужно для данного торта и я теперь приступаю к сборке торта крем для этого торта я готовила в предыдущем видео это крем со вкусом шоколадного мороженого на основе сыра маскарпоне это крем идеально подходящий именно для 3d тортов именно он и пропитает коржи и в то же время он не растекается он очень хорошо держит форму ему не нужна форма для стягивания вот это очень важно в нашем случае я начинаю собирать уже торт крем как я уже говорил и в предыдущих видео когда нам нужен именно 3d торт слой крема больше чем пол сантиметра я здесь наносить не советую чтобы коржи у нас держались все-таки очень монолитно здесь я буду собирать торт с малиной и малина она также даст влажность лишнюю поэтому здесь на все на это нужно обращать внимание малину я разделяю на две половинки потому что малину меня огромная гигантской можно сказать малину я конечно же зимой беру в супермаркете спрашивает постоянно откуда у меня малина в торте свежие зимой именно из магазина конечно же каждый корж я разравниваю чтобы он был идеально ровным где у меня крема не хватает я обязательно его добавляю чтобы не проседали коржи уже после сборки здесь на все нужно обращать внимание и также по бокам я также подравниваю постоянно после каждого коржа и все и накрываю последним шестым коржом где-то пузырьки видно на корже сверху это не страшно они все закроются у нас потом ганашем идеально коржи отстают от пергамента потому что выпекаю я всегда эти коржи именно с хорошим добавлением сливочного масла по бокам где не достает крема обязательно его распределяем чтобы не было у нас пустот потому что сейчас в холодильнике эти пустоты потом просядут вот это очень важно здесь 3d тортах также и все и в принципе торт у меня уже собран вот в течение часа торт готов кому нужен очень быстрый торт с этими коржами как только они остыли сразу же можно собирать торт я считаю что это очень хорошие у них свойства этих коржей минимум сейчас на 4 часа я убираю в холодильник но я уберу на ночь я просто говорю что у кого нет совсем времени часа четыре ему нужно чтобы он пропитался этот торт и именно стабилизировался в принципе он не видоизменяется вообще в форме но четыре часа нужно ему и вот такой идеальный тортик буквально за час я имею ввиду по форме у нас получается и конечно же он очень и очень вкусный сейчас пищевой пленки накрыв его пищевой пленкой я убираю в холодильник на ночь ну минимум на четыре часа еще раз повторяю и в следующем видео я уже буду показывать как я выравниваю этот торт ганашем шоколадным именно под мастику и как я буду работать с мастикой как я буду окрашивать как я буду покрывать торт мастикой потому что очень многие просят в комментариях показать именно такое видео вот показываю буду показывать вам как покрытие масляным кремом под мастику есть отдельное видео как выровнять именно масляным кремом круглый правда торт но есть уже такое видео на моем канале и вот такой торт будем уже делать в следующем видео я имею ввиду украшать его и выравнивать и я надеюсь что видео было полезным и познавательным подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии обязательно нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать выхода новых моих видео я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео